Небоскруга и посолинка. Мы сейчас в кафе на девяносто шестом этаже. I will cry! What's happening? It's dangerous! Типичный большой город. Друзья, привет! Я лечу в Чикаго! Американцы говорят Чикаго. И так экскурсия по Чикаго начинается. Это бесконечный город-мосток. Потому что через весь город река Чикаго и вот такие огромные мосты. Они трехуровневые. Первый, второй, третий. И вообще, если здесь брать автомобиль, то реально конфьюз. Непонятно куда ехать. В общем, это даже не московские развязки, даже не Лос-Анджелески. Я тут немножечко запуталась в развязках. И теперь иду вообще по краешей части. Потому что не знаю куда идти дальше. Я не знаю вообще как они строили этот город. И почему я иду именно здесь, как я сюда попала. Я реально иду по хайвею. Что за бред? Sorry. But I need... I will cry. What's happening? It's dangerous. Okay, I will try. But... Я очень надеюсь, что меня сейчас не заберет полиция. Потому что я реально иду по проезжей части. Ну точнее по обочине. Она вот такая маленькая и дальше начинается проезжая часть. Хорошо, что трафик еще не очень сильный. Ох... Confused. Очень сильно confused. Не то красиво. Впрочем, я еле выбралась иду в свой отель. Будьте аккуратны и здоровы. Выбирайте в нормальные пути. Ну а теперь о плюсах Чикаго. О его невероятных небоскребах. Именно здесь был построен самый первый небоскреб. Это 1885 год. Далекий 19 век, конец 19 века. Первый небоскреб это 10 этажей. 42 метра высоты, вы представляете? То есть когда там два этажа построить было, не так легко три. Но на самом деле строительство небоскребов это банальная экономия. В Чикаго очень мало земли, пригодной для строительства. Каждый ее кулачок очень дорогой. А это очень популярное кафе Signature Room в здании Джона Хэнкока. 96 этаж. Ну а всего в здании стоит даже 457 метров. Это почти пол километра в высоту. И почетное седьмое место по Америке среди небоскребов. Это вид на озеро Мичиган. Музыка. 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 хорошего нет. Цены запредельные, а еда так себе. Друзья мои, я в Миллениум парк. Это одно из самых популярных мест Чикаго. Огромнейший парк. Просто, не знаю, 100 квадратных метров. Самое интересное, что под парком находится большая парковка. То есть, получается, парк находится на крыше парковки. Здесь и арт-объекты, и открытый театр, и скульптуры, и фонтаны. Вот сейчас, кстати, один из фонтанов я вам покажу. Вот эти интерактивные скульптуры, они сделаны из кусочков стекла, а на них появляется изображение жителей Чикаго, реальных жителей, которые, я не знаю, сами не фотографировались, или фонтаны сфотографировали на улице. Какая лица нормальные, ничего не происходит. Но как они только начинают либо улыбаться, либо как-то корёжить у губы, то появляется струя фонтана. вообще, говорят, каждые пять минут мне не хочется ждать пять минут. Ну и как вам фонтанчик? А вы знаете, во сколько он обошёлся, Горобов? 17 миллионов долларов. Как говорится, главное, чтобы дети были довольны. Вот я наконец-то дошла до этой фантастической зеркальной фасолины, мне кажется, это прям изюминка, не изюминка, а фасолинка парка. Она весит 110 тонн, я не знаю, каким уже грузоподъемником ее сюда притащили. Вообще она стоит из каких-то нержавеющих металлических пластин, в общем, стоит она здесь 2004 года, как основали этот парк, в общем, не ржавеет, по-прежнему такая же зеркальная, такая же красивая, куча туристов ходит смотреть на нее, в общем. Я не исключение, потому что действительно красиво, смотрите, как она вписывается в архитектуру города, вот эти небоскребы и фасолинка. Дальше рядом находится и открытый театр. Вот это огромная сцена, такая зеленая площадочка, везде колонки. Наверное, прикольно, когда какой-нибудь концерт симфонический. Городские велосипеды стоят в сторонке, может быть, потому что прайс на них 6 долларов в час, как бы нехило. Впрочем, на такси доехать. Вот такие милые собачки, они здесь повсюду, это К-9, они на службе у полиции. Я тут поняла, что в своей калифорнийской деревне я отвыкла от такого количества детей, прям наступает мне на ноги. Один мужик нахамил. Ну, в общем, типичный большой город. Вот так выглядят машины, которые стоят 3 миллиона долларов. Бугайс. Почти любовь, почти с первого взгляда. Маспорка обойдет почти 50 долларов. Огромные тесно-голосы. Спасибо за внимание.